Процедура самих переговоров, то есть я за большим столом сидел и просил всех о каком-то соглашении, таком дружеском, джентльменском, так его назовем, и за моей спиной начинается прямой диалог с игроком, который пока принадлежит нашей команде. Я не делю турниры МФЛ, МКС, Кубок России и так далее, мне пофигу. Это игрок моей команды. Если мне регламент дает добро, что этот игрок пока без моего согласия не может перейти, я буду этой опцией пользоваться. Если мы можем встретиться, поговорить нормально, как вот сейчас мы все сидим, общаемся по поводу каких-то тем, пообщаться по поводу Володи и к эксцеле, сама подача, она должна быть другой, это первое. А не то, что ты берешь, ставишь выше моего голоса ваши отношения с Володей и общаешься за моей спиной. Тем более мы с Сашей, ну, как-никак в этой индустрии вместе развивались, да, начали на спорте. Вот, могли поговорить по этому поводу. Здесь никакие капризы, здесь есть деловые отношения. То есть я дружбу не несу, а он дружбу понес в деловые отношения. С Володей начал уже закулисно за моей спиной общаться. Это неправильно. Потом я узнаю от Володи, что им интересуется Родина и какие-то вкиды пошли. Саня говорит в одном из кусочков там полного его интервью вне классика, он говорит, что по поводу Володи было проговорено. Нет, по поводу Володи никто не разговаривал. Поговорили по поводу Васи Корюкова и поговорили по поводу других футболистов. Я вообще не цитирую. Которые могли бы быть интересными Родиной медиа в период их участия в Кубке России. Про Володю никто не говорил, потому что Володя это эксклюзив для нашей команды как минимум. Да, мы не Амкал, мы не Тудроц, где есть пул игроков, которые могут быть с Володей на уровне по медике. Но Володя для нас, для Баса это актив. Большой актив, который мы продаем нашим партнерам. Как запросил? Сейчас я дойду к этому. И когда уже я начал говорить с Саней, переписываться по поводу того, что Володя, мы расписали. Я поговорил с нашими, с директором по развитию, с тренером поговорил в первую очередь. И я говорю, как Марат вообще против этого был? Он говорит, я хочу, чтобы Володя был у меня. Потому что у них есть химия, и они друг друга как бы чувствуют. Хорошо это получилось в двух турнирах. Мне кажется, что он ему дал время, и он его реабилитировал для аудитории, для медиафутбола. И здесь уже, если мы окунаемся в какую-то аналитику, то это хороший актив для родины медиа. Исходя из того пул игроков, который у них есть. Искусственно раздутая питча, с точки зрения аудитории. Для меня это как бы не актив медиа, это футбольный актив. А Володя и медийный футбольный актив. Здесь уже как бы все суммируется. С претензиями на профутбол, большая медийка, хорош в медиафутболе. И дальше, если продолжаю, то у него есть проблема. Он может быть нестабильным, у него могут быть грязные инфоповоды, как у него это было до старта МФЛ-3. Но опять же таки, он прошел хороший путь, и вы хотите перед новым своим партнером, которого они объявят, хотите перед ним закрывать какие-то свои цифры. И вы Володе расписываете, уже все расписали, алгоритм его действий, за что Володя будет получать у вас деньги. И если суммировать все, что Володя может принести Родин медиа, то надо просить за него не миллион, а 2,3. Потому что Володя XXL принесет больше цифр, которые будут отработаны по договору с партнером, он им принесет больше. Я не говорю, что Володя XXL принесет какие-то просмотры, как просмотры у Тудрос для Родины. Этого может не случиться. Но Володя XXL локально в истории между соглашениями с партнерами и то, что у вас есть такой актив, как Володя, он вам даст очень много. Потому что у него очень активный инстаграм, у него хорошие цифры личные. И здесь на это надо смотреть. Я знаю, как Саня хотел здесь надавить на аудиторию, показать меня в каком-то нехорошем свете, что я погубил мечту игрока не сыграть в Кубке России. Добивайся с басом Кубка России, играй за бас в Кубке России. Вот и все. Так, спасибо.